Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сейчас только вот с метро Речной вокзал в сторону улицы Большевистка был вызов. Незаконная торговая точка на остановке общественного транспорта. Здесь непонятного... А срочно? Где полиция? Уже столько времени прошло, мы ожидаем. Здесь какой-то иностранец был, он сейчас все бросил, сбежал. Я не знаю, куда он сбежал. Сколько их сейчас сюда приедет, мы не знаем. Будьте добры, сейчас нам, наверное, необходимо какие-то оперативные действия предпринимать. Срочно. Да и любой район, какая разница, это район Октябрьский. Вопрос не в этом. Вы слышите, здесь конфликтная ситуация. Здесь может случиться преступление, правонарушение. Все, что угодно может быть. Вы можете повторно передать, сказать, что ситуация не требует отлагательства. Метро, лесной вокзал. Остановка общественного транспорта. Метро, лесной вокзал. Да. Неважно, по какому адресу я проживаю. Вы давайте действовать начнем. Хорошо? Ждем. Здравствуйте всем, товарищи из Новосибирска. Недавно мне попался ролик ваш по борьбе с нелегальными торговыми точками на улице, то есть на остановке конкретно. Мне вот интересно, вы с группой своих товарищей решили бороться с ними. А что вас так возмутило? Что вам не нравится, что граждане из ближнего зарубежья приезжают и торгуют на остановке, то есть люди выходят из автобуса и имеют возможность сразу купить необходимые им продукты и добраться домой, не заходя ни в какие супермаркеты или рынки. Чем так вам это возмутило? Расскажите, пожалуйста. Давайте, Евгений, с вас, наверное, начнем. Добрый день. Спасибо, Виктор. Речь идет не о том, что удобно или неудобно. Да мы только за то, чтобы торговля велась по удобной цене для граждан, для нас, для потребителей, в удобных для нас местах. Мы только приветствуем эти вещи. Мне нравится ровно другое. Мне нравится то, что данная торговля ведется незаконно. А именно, если долго рассказывать, ну, видимо, придется. На любую торговую точку, нестационарный торговый объект, должно быть надлежащим образом оформлено соответствующее разрешение. То есть, люди должны легализоваться и должны торговать тем товаром, который имеет соответствующее происхождение, да, подтвержденные сертификаты. Должны получить в Роспотребнадзоре разрешение на установку этого нестационарного торгового объекта. Должны иметь соответствующие документы и, бога ради, осуществлять эту торговую. Что касается города Новосибирска, здесь на самом деле, ну, тысячи, тысячи вот таких незаконных торговых точек. Там незаконно ровно все. Начиная с того, что на остановке, по данной точке конкретной, да, на остановке общественного транспорта вообще запрещено так делать. Далее, подходим, выясняется, что, а, торгует человек, гражданин другой страны, мы несколько раз подходили на эту торговую точку, не имеют никаких документов на торговую точку. Ну, безусловно, там просто не разрешено это дело. В итоге, что мы имеем? Мы имеем, а, огромнейший ущерб государству, городу, государству, в виде чего? Неуплаченные налоги, естественно, они там не платятся. Естественно, нет никаких поступлений в бюджет при получении разрешительных документов. Нет договора аренды городу, да, на использование земельного участка для осуществления торговли и так далее, и так далее, и так далее. И самое важное, наверное, для нас, для горожан, что осуществляется торговля неизвестным, товаром непонятного происхождения. Во всем этом в комплексе, да, имеется, с нашей точки зрения, да, огромный ущерб. Для нас, как для потребителей, для государства в целом, для нас, как для граждан этого неизвестного государства. Данная торговля ведется очень много лет на этом месте, имеются другие видео, подтверждающие эту торговлю. А теперь представьте себе, да, действительно, от таких точек тысячи. Вот мы выбрали одну, и в одном из видео, я думаю, вы видели, да, человек, мы не знаем, кто он, говорит, вот вы нас тысячу раз, сто раз уберете, да, мы сто раз поставим обратно. То есть люди совершенно не боятся. Они торгуют незаконно, они наносят ущерб государству. Мы не знаем, действительно, там есть видео, если вы видели, да, когда вы просто задаете вопрос, сколько, ребята? А медицинская книжка продавца где? А человек здоров? А куда он ходит, отправляет, естественно, на адрес. В туалет он куда ходит? А такими руками потом накладывает нам эти руки? И так далее, и так далее. Там один вопрос цепляется друг за другой. Естественно, все это мы, как граждане, да, мы, как люди, мы не готовы это терпеть, поэтому возмущены. И нами было принято решение провести такое мероприятие, да. Как минимум мы были там дважды, все это записывали. И хотели бы поднять эту тему, считаем ее больной, считаем ее особенно опасной для города на сегодняшний день. Когда в стране, вот я скажу, за страну в целом, нам введены такие санкции, да. Мы прекрасно понимаем, насколько выросла стоимость продуктов и так далее, и так далее. Вообще, насколько тяжелее стало жить в стране в силу этих санкций. Сейчас, более того, страна ведет специальную военную операцию. Здесь граждане других государств, не граждане России, не имеющие никаких документов, ничего. Просто наносят ущерб нашей родине, нашей стране. И это никому из властей города Новосибирска не интересно. Мы ждали, вызвали сотрудников полиции на эту незаконную торговую точку. Они не прийдут. Там ждали, на самом деле, порядка 40 минут с момента вызова даже. Никто не прибыл, никому из власти. Буду заканчивать. Государство, город, муниципалитет несут огромные убытки в виде недополученной прибыли. Граждане, россияне, подвергаются различным рискам, связанным с санитарным состоянием. А представители тех государств, которые прибывают сюда к нам в виде трудовых мигрантов, они не трудятся на благо России. Они выходят, нарушая все законы, занимаются вот такой деятельностью. Обогащая себя и отправляя бюджеты своих государств. Может нас устраивать такое положение? Нет. Поэтому мы встали, мы вышли, мы сделали это видео, и мы просим нашей позиции разделить ее и присоединиться к остальным гражданам Российской Федерации. В том числе тех чиновников, которые обязаны были не допустить подобное в городе Новосибирске. Не просто прекратить сейчас эту торговлю, а не допустить ее и организовать торговлю теми же фруктами, сезонную эту торговлю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Мы действуем в рамках закона, и мы требуем, чтобы этот закон соблюдался у нас в городе. Вот такой ответ у меня будет. Спасибо. Если кто-то из русских, ну вы, например, станете с ведром картошки для того, чтобы ее продать, точно на таких же условиях, как продают вот эти гости из ближнего зарубежья, то у вас быстренько тут же найдется куча контролирующих органов и сметут оттуда. Вот. А сами вы не планируете провести такой эксперимент? Хотя бы в пику тому, что вы неоднократно звонили, это видно из видео, там требовали, чтобы приехала полиция и разобралась с этой нелегальной торговой точкой. Но они так и не появились. Вы там не менее 20 минут стояли, насколько я знаю. Да даже, судя по видео, там оно длилось больше 20 минут. Учитывая, что Сергей, оператор, он еще и прекращал съемки. Значит, вы там не менее получаса были. И как вот это вот объяснить? Вот это вот интересно бы все-таки. Виктор, вот вы знаете, такая мысль была, мы обсуждали такой вариант, да, давайте мы встанем, да, давайте, ну как бы потратим там несколько тысяч рублей, закупим на хиловском рынке, да, вот эти овощи, да, поставим столики. Ну просто вот так вот смотрите. Вы знаете, я категорически, в общем-то, против этой идеи по одной простой причине. Тогда мы нарушим закон. Мы действуем ровно в рамках законодательства. Мы за закон Российской Федерации. Пусть он соблюдается. Мы найдем... Нарушите закон, если вы действительно начнете продавать, а если вы будете стоять, то какая разница? Мало ли, что вы там делаете. В любом случае это провокация, да, давайте мы не будем опускаться на провокации, мы прямо глядя в глаза, да, себе, вам, чиновникам говорим, ребята, давайте-ка вы начнете работать, да, давайте-ка вот эти риски, которые, да, связаны вот с этой всей незаконной торговлей, да, и вот эти коррупционные схемы, давайте-ка вы сами прекратите. Да, вот провоцировать, честно говоря, у меня нет желания провоцировать. При том, а я больше вам сейчас скажу, Виктор, секундочку буквально, да, а если я стану с этим ведром картошки где-нибудь в Чингкенте и в Душанбе, теперь представьте, что со мной будет, да, зато... Ну, давайте не будем опускаться до провокации, да, еще раз. Нет, я здесь не согласен с вами, это не провокация, эксперимент прежде всего. Провокация – это если бы вы действительно там толкнули бы на какие-то противоправные действия ту сторону, а вы просто-напросто как бы синициировали работу именно тех органов, которые должны пресекать незаконную торговлю, это все-таки эксперимент больше, тем более он будет под запись, вы тем более можете перед тем, как начать его проводить, именно тоже под запись надиктовать, для чего вы это делаете, и тогда это будет у вас как основание именно показать, что вы никакой провокации не устраивали, никакого правонарушения. То есть у вас не было мысли ее продать, эту картошку. У вас была именно мысль проверить, как работает именно контролирующая система. Ладно, спасибо, Евгений, а то Сергей нас заждался, мы все равно еще вернемся с вами по этому поводу, перегорем. Сергей, вы были оператором этой съемки, я так понимаю. Там очень интересные моменты были, и с вашим именно, не просто даже участием, а с вашими вопросами. Вот там к полицейскому вы подходили. Уважаемые полицейские, разрешите обратиться. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Можем вас пригласить? Мы уже эту проблему давно знаем, вызывали, уже тут такого писали, что. И администрации приезжали, принимались. Вы бессильны что-либо сделали, да? Да что могу на данный момент? Полагаете, что администрация, как я так сказал, радаёмная? Секундочку, секундочку. Сотрудник полиции. Я вам еще... Согласно закону вам полиции, обязан пресекать любые противоправные действия. Так, в законе полиции? Я изъять не могу. Изъять? Нет. Не допустить торговлю можете, обязаны, да? Вызвать учебу. Я могу вас попросить, вызовите, пожалуйста, свое руководство сюда. Вызывали уже. Это территория Октябрьского РОВД. Сейчас по обращению... Я вам еще раз говорю. Закон нарушен на ваших глазах. Октябрьскому. Звоните участковому администрации Октябрьского района. То есть, это не ваше дело, да? Мы вас услышим. Вы этим не занимаетесь. Задавали вопросы ему, почему именно он не принимает участие в закрытии вот этой точки. Как вы считаете, он вообще из этого района был? Почему он там оказался, если он не относится к этому району в рабочее время? Он как бы случайно проходил, как вы думаете? Или он разведку боем провел, что происходит? Ну, это был полицейский из метрополитена. То есть, он занял такую позицию, что этот киосок относится к Октябрьскому РОВД. И, соответственно, он не должен реагировать. Но, я думаю, это уже вопрос к юристам. Потому что, я думаю, под должностной инструкцией, вот Евгений это тоже высказывал, что полицейский имеет полное право прекратить правонарушение. И, соответственно, хорошо бы вообще поставить вопрос о квалифицированности этого полицейского. И его вообще бы какое-нибудь административное на него воздействие... То есть, под полицейским вплоть до увольнения, это мое такое мнение. Просто этим надо заниматься, юристам, но у нас на все просто не хватает сил. К сожалению, активистов мало. Мы надеемся, к нам больше будет присоединяться людей, и тогда мы сможем все успевать. Евгений, вы хотели что-то добавить? Добавить только одно. Если мы сейчас говорим об ущербе государству, причиненному вот этими действиями, или более по-другому сказать, преступным бездействием властей, я считаю, что результатом нашей совместной работы, результатом, скажем так, общественной деятельности других лиц, людей, граждан Российской Федерации, должны стать возбужденные уголовные дела в отношении тех лиц, благодаря которым вот этим безобразиям имеют место быть. И тот ущерб государству, случился тот ущерб государству, о котором мы сегодня уже говорили. Просто представьте себе, это же происходит не точечно там сегодня, да? Это происходит уже на протяжении многих лет. Если брать ущерб за город Новосибирск, да, только для страны или для города, это суммы там с большим количеством нулей. И здесь должна наступить ответственность этих лиц. Хотя бы даже чтобы впредь неповадно другим, как это говорится. Я думаю, что уголовные дела такие должны быть возбуждены. Я думаю, эту тему необходимо действительно довести до логического завершения, прекратить вот это безобразие, это беззаконие, да, портящее лицо моего родного города Новосибирска. Третий город в стране захламлен, загажен вот этими картонками, этими столиками, да, этими гнилыми овощами. Третий город в стране. Как это обидно, как это противно, как это горько, да? Наверное, кто-то должен за это понести конкретную ответственность. Из кого-то мы должны спросить и возместить тот ущерб стране и государству, который причинен этими людьми. Вот что я хотел бы говорить. Да, Евгений, вы сейчас упомянули про картонки и про захламленный город. Это, если я вас правильно понял, они и за собой даже не убирают, то есть как поторговали, бросили все и уехали. Или вы имеете в виду именно захламление уже, вот наличие самих торговых точек, то, что они стоят с этими картонками, с этими коробками, с этими ящиками. Это вы имели в виду? И то, и другое, я имею в виду, поймите правильно. Вот сам вид, да, вот, ну, наверное, любая торговая точка должна иметь определенный вид. Это определено нормами, да, и так далее. И она не должна портить вид города, в конце концов, да. Есть архитектурные какие-то понятия, есть закон о порядке и так далее, и так далее. Как должна выглядеть улица, ну, здесь просто нет комментариев. Да, здесь просто все не так, да, как должно быть. Что касается мусора и всего остального, где-то убирают, знаете, где-то не убирают. Где-то вот эти рейки, вот эти столики, вот эти навесы просто на ночь остаются, да. Рядом, как правило, вот, как правило, рядом стоит какая-то убитая в хлам газель, да, даже просто вот фанеркой там окна заделаны. Туда все это складывают, и это все остается в ночь. И уже с утра эти трудолюбивые люди, да, эти мигранты трудовые, да, снова все раскладывают. Ну, согласитесь, это все не имеет вида, вот просто элементарного даже, не имеет вида. Конечно, город захламлен. Конечно, вот такими вещами он просто, ну, позорят, в том числе вид города, внешний уважение. А мы-то должны иметь уважение к себе. Ну, наверное, мы должны, и приятно нам ходить, и нашим детям, да, гостям нашего города. Ну, приятно, наверное, ходить по чистым улицам, да, где красивые стоят магазины, да, где красивые здания, где красивые лужеки. А не вот это безобразие. У нас на каждой остановке общественного транспорта вот такое происходит. То есть, вот эти все нормы, они не с потолка взяты. Вот эта поверка весов, наличие санкнижки, там, сертификаты и так далее. Это наши достижения какие-то правовые. Почему мы должны от этого отказываться? Это все сделано для удобства прав потребителей. То есть, множество еще аргументов есть. Я не знаю, может, я долго говорю. Отвечаю на ваш вопрос. Да, да, все нормально. То есть, есть другие там еще аргументы. То есть, во-первых, вот эти киоски, они не платят аренду для города. То есть, это воровство фактически из бюджета. Они не платят налоги, тоже воровство из нашей казны. Любая незаконная торговля, пусть то фрукты или наркотики и так далее, это все подкормка организованной преступности. В том числе, в данном случае, это этнической преступности. Если сейчас мы не имеем особых проблем в Новосибирске с этническими бандами, кроме отдельных каких-то случаев, потому что с азербайджанцами там был случай, там с полицейским и так далее. В общем и целом, пока все, как у нас в Новосибирске, более-менее нормально. У нас справляются органы с этим. Но не за горами у нас возникновение этнических проблем, если мы будем не обращать внимания на вот эти все вещи. Потому что наша диаспора, которая с хиллокского рынка, она набирает силы, и она приносит как бы не всегда хорошее в нашу культуру и в нашу вообще как бы правовую ситуацию в нашем Новосибирске. Но вот для меня самый главный аргумент во всей этой истории, почему, что меня больше всего смотивировало, это принять активное участие в борьбе с нелегальной торговлей уличной, это то, что идет неприкрытая коррупция, то есть двойные стандарты беззакония. Чиновники, полицейские в открытую воруют, в открытую занимаются своей преступной деятельностью, и все это идет им в карман, это не идет в карман нам, населению города Новосибирска, это идет в карман им, ненасытным клептоманам, помешанным на деньгах, которые не остановятся никогда, если мы их не остановим. И этому пора положить конец. Вот у нас это терпение уже лопнуло, надеюсь, оно лопнет и у многих других граждан, которые присоединятся к каким-то законным мероприятиям по борьбе за наши права. То есть я ко всем обращаюсь, призываю всех граждан, кто нас слышит, присоединяйтесь к нам в нашей борьбе, кто в Новосибирске или в своих городах. Не сидите дома, борьба имеет смысл. Мы должны бороться за свои права. Клиптоманов, кроме нас, никто не остановит. А приезжие пребывали. Это неоспоримый факт, и с этим нужно бороться. Но, что хочу сказать. Вот лично я рад тому, что к нам приезжают эти все мигранты. Может быть, вы со мной не согласитесь. Почему? Вот развалили этот наш Советский Союз. А ведь это была большая семья. Из 15 народов, республик и огромного количества народа. И вот сейчас они приехали к нам, потому что у нас все равно лучше. Потому что у нас здесь, я разговариваю с приезжим, они говорят, у вас здесь больше законности. То есть у нас здесь экономическая ситуация лучше. Они приезжают к нам. Я рад всем абсолютно приезжим. И армянам, и узбекам, и азербайджанцам, и киргизам. Всем. Почему? Потому что для меня это наш Советский Союз, который привернулся к нам. И мы можем здесь строить многонациональное общество. И мы так возродим наш Советский Союз. Это вот мое личное мнение. Поэтому я вот с дружелюбием и гостеприимством ко всем отношусь. Но не нужно забывать русским людям, что мы должны отстаивать свои права. И наше положение не должно быть хуже. Вот. Такой момент. Еще по поводу вот этих вот закрытых дверей, про которые, Виктор, вы сказали. Я что здесь хочу сказать? Я вот общаюсь. Вот сколько мы общаемся с людьми, которые занимаются общественно-политической деятельностью. Я вижу, что не только государственной, вот мое мнение, не только государственной воли нам не дождаться, во многом не дождаться хорошей, но также и воли даже вот от коммунистической партии, от других каких-то движений. Потому что все верхи в этих партиях и движениях, они находятся под давлением. Под давлением, которое исходит от Единой России, исходит от различного рода там вредителей, инагентов и так далее. Им наверху сложно проявить волю. Я считаю таким людям, как Геннадий Зюганов и подобным вот лидерам левопатриотических партий, нужно сказать спасибо, что они вообще в принципе как-то сохраняют общее руководство как-то этими организациями. От них я воли не жду. Они связаны по рукам и ногам. Инициатива должна происходить именно снизу. И другой инициативы ждать не нужно. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Если народ продолжит молчать и сидеть на диванах, народ будет продолжать уничтожаться. Другого ничего ждать не нужно. Сейчас мы отбились вот эти обязательные QR-коды в прошлом году. Отбились. Сейчас осенью ждите новых ковидных. Вот доходят слухи, не знаю, насколько они правдивые, но доходят слухи, что готовится вторая волна по-серьезному. Я думаю, там дойдет опять этот вопрос поднимется в обязательных QR-кодах и так далее. Это все направлено против наших свобод. Это направлено все против нас. Эти все закручивания. Не все закручивания, но вот это конкретно. Поэтому, если народ продолжит сидеть, народ будет продолжать уничтожаться. Особенно русский народ. Поэтому мы сами должны взять свою роль, взять в свои руки инициативу и направить ее так, чтобы власть просто нам рот не смогла заткнуть. Тратко вам скажу. Советский Союз был единый. Евгений, да, сейчас я дам вам слово. Я быстро Сергею отвечу. Советский Союз, прежде всего, это была семья народов. Семья. В семье, вот если вы сейчас сравниваете, да, что возможно будет возрождение Советского Союза через приезд мигрантов сюда. В семье не живут отдельно мама с сыном, папа с дочерью. Как они разбились на диаспоры. Они же с нами не смешались. У них нет ассимиляции никакой с нами. Они живут все отдельно. Они приехали своей семьей. То есть, со своим уставом в наш монастырь. И живут они так, как им благорассудится. Зная, что дав взятку какому-то из чиновников, высокопоставленному, им сойдет все это с рук. Дальше. По поводу Зюганова и КПРФ. Я вообще считаю, что они не имеют права называться коммунистами. То давление, которое на них происходит, оно нисколько не сравнимо с теми коммунистами, которые основали эту партию. То есть, не КПРФ, а РКПБ изначально, потом КПСС. Те, которые сражались на гражданской войне и восстанавливали государство наше, строили новое. И защищали потом в Отечественную войну наши государства. И погибли самые лучшие именно в то время. Они близко даже никак, никак они не соотносятся с коммунистами. Да, среди рядовых есть люди с горячими сердцами. Но Зюганов сам, это соглашатель. Мне хоть что говорите. Я не знаю, может, я не прав. Мы не будем спорить. Извините, Сергей, может быть, я вас там маленько как-то задел. Евгению, давайте слово дадим. Ну, опять реплика. Виктор, вам. На самом деле, мы можем до без конца говорить, потому что мы все единомышленники. Оттачиваем в своих беседах именно свои мысли. Делаем их более внятными и понятными для себя и вовне. Абсолютно с вами согласен, Виктор. У нас мэр Новосибирска, коммунист Локко. Назвать его коммунистом, он просто, знаете, язык не поворачивается. Это все допустил он. И первое уголовное дело, которое должно быть возбуждено вот по этому ущербу, оно должно быть возбуждено в отношении коммуниста Локко. А он на лицо приближенное к Зигану. Это если уж так говорить. Что касается, опять-таки, той же реплики, да, Сергея, и то, что вы сказали абсолютно правильно. Вы говорите, да? Сергей, русские люди, вот они по природе своей интернационалисты. Потому что, опять-таки, на генотипе у русского человека сложилось уже быть нацией, объединяющей другие народы и этносы. Мы всегда с теплом, добротой и заботой относились к другим народам и этносам. Мы прекрасно знаем, что здесь в Сибири не доедали, да, но в республике, и все республики были дотационными. Да у нас сегодня все национальные республики дотационные, опять-таки, за счет русского бюджета. Если уж на то пошли. Но мы, еще раз говорю, мы интернационалисты. И Сергей, он интернационалист, он правильно говорит, я рад всем. Приходите сюда, приходите, да, но будьте тогда добры, живите по нашим законам среди нас. Поэтому тогда, когда мы, интернационалисты, видим махровый национализм, выражающийся в деятельности национальных вот этих, так называемых, культурных автономий, кто это вообще придумал, да, которые ведут антинародную, антигосударственную деятельность, которые насаждают именно национальное сплочение, да, и противопоставление чему? Русскому народу. У них насаждается это. И 30 лет в бывших республиках Советского Союза, да, идет активнейшая, для кого не секрет, активнейшая русофобская политика. Возьмите Казахстан сегодняшний, возьмите Узбекистан сегодняшний, Тиргизию. Если их государство ведет русофобскую политику, они приезжают сюда, воспитанные уже 30-летние эти парни, мужики, да, воспитанные в той политике сюда, и здесь объединяются по национальному признаку, они кто? Они националисты, мы интернационалисты. Поэтому вот здесь и надо, да, вот этот тонкий вот этот момент надо понимать. Потому что когда начинают русским тут выговаривать, да, да ты фашист, да ты националист. Нет, ребята, мы интернационалисты. Это вы националисты, да, это вы объединяетесь по национальному признаку. Это вы, объединившись по национальному признаку, в Мурманской области избивали сейчас русского пацана, да, не знаем, что сейчас с ним еще будет, выживет или не выживет, да. Это вы, объединившись по национальному признаку, били парня на пляже Белоруса, на пляже в Сочне. Вот крайний Это только последний случай Это вы, объединившись по национальному признаку Приехали в Машково, в районный центр И блокировали там отдел полиции На машинах без номеров Это вы сделали Это не мы сделали Поэтому маленькое только добавление К тому, что сказал Сергей Спасибо, Евгений Да, Сергей, у нас осталось как раз немного времени Вы, наверное, и подведете итог Наши беседы Вряд ли я смогу подвоить итоги Я думаю, Виктор, вы подведете Поэтому очень коротко скажу Здорово, что мы пришли к общему знаменателю Потому что вот Евгений Сейчас вот просто правильно сказал О том, что да, мы не против приезжих Но мы против махрового национализма И вот с этим национализмом Нужно бороться И для того, чтобы у нас действительно Тут была семья народов Нам, соответственно, нужно Как-то вести диалоги С этими диаспорами Они на самом деле же тоже Как почему они где-то со своим уставом В наш монастырь приехали Да потому что в нашем-то монастыре Не все так в порядке У нас Где наша русская диаспора Которая за себя Это, понимаете, это где-то тоже хороший момент Потому что вот эти вот диаспоры приехали Они просто начинают русских ущемлять Так может быть хотя бы это заставит русских Проснуться и начать отстаивать свои права Вот такой момент тоже есть А что касается Это наш общий знаменатель Который мы пришли Это, я считаю, уже не зря поговорили А что касается Таких людей, как Локоть Вот за него я заступаться вообще тоже не хочу Я слишком много слышал Плохого Про него От тех же самых коммунистов Которые это Так, кулуарно только Осмеливаются сказать А я считаю, об этом нужно открыто говорить И нам не нужно даже Никаких-то там еще доказательств Мы видим по результатам его деятельности И их предостаточно Для того, чтобы сказать ему в глаза Что мы не считаем тебя коммунистом Мы не считаем тебя хорошим мэром И мы хотим, чтобы ты Либо делами доказал, что ты исправляешься как-то Либо чтобы ты покинул свою должность Хотя нужно понимать Что если уйдет красный мэр Но вместо него придет единород Что от этого лучше, что ли, станет У меня все Спасибо Единственное, хочу поправить Не может быть в России русской диаспоры Это община будет Диаспора, это, как правило Общность Согласен Этническая общность В чужом государстве Община, да Это наши корни Это наши славянские корни Старые, еще до христианства даже Вот Может быть, поэтому у нас и случилась Первая в мире революция Только потому, что мы все равно Своими корнями Все-таки были как-то сплочены Оно в деревнях до сих пор До тех времен была Опять же община Все равно была голова Старость там какой-то Который на совете избирался Которого люди уважали Которого слушали То есть человек заслуженный Сейчас у нас тянут Во главу Всякую шваль То есть вот как верхушка Рыба загнила Так она этот гниль Под себя и тянет Потому что с волками жить Поволчьи выйдет Это как бы там не было То есть в банду Никогда не возьмут Нормального опера Или нормального Следователя Чтобы он ее развалил Изнутри и пересажал всех Естественно будут Если это клептоманы Они себе подручные Возьмут клептоманов Если это жулики Они возьмут себе жулика Если это убийца Кровью повяжут Не бывает такого Чтобы волчья стая Ягненок был на равных Такого не бывает Спасибо ребят Хорошо что есть Такие активные товарищи Которые Свою жизненную позицию Отстают Которые борются с беззаконием Очень рад что вы есть Что вы у меня знакомые Товарищи Давайте всего хорошего Держимся Я думаю мы их одолеем Давайте все До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Всего хорошего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok